Всем привет! Меня зовут Толя Ярцев и вы находитесь на моем канале Музыка, видеоигры и прочие вещи. Сегодня я бы хотел поговорить на тему обращения интервалов, но прежде чем мы перейдем к самой теме, обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на тему теории музыки и на другие темы. Итак, что же такое обращение интервалов? При обращении интервала нижний его звук переносится на октаву вверх, поэтому в сумме с исходным интервалом эти два интервала составляют октаву. Исходя из этого, любая прима становится октавой, любая секунда становится септимой, терция становится секстой, кварта становится квинтой, квинта становится квартой, секста становится терцией, септима становится секундой, а октава становится прямой. Также при этом меняется качество интервала. Если у нас исходный интервал большой, то он становится малым. Если интервал исходный малый, то он становится большим. Чистый становится чистым, как и есть, увеличенные становятся уменьшенным, уменьшенные становятся увеличенным, и все. Большие становятся малым, чистые становятся чистыми, увеличенные становятся уменьшенные, уменьшенные становятся увеличенными. Давайте рассмотрим пример. Ну, скажем, интервал ре, фа диез, это большая терция. При обращении у нас нижний звук ре становится на октаву выше, и становится интервал фа диез ре. Это у нас малая секста, потому что малые становятся большими, а терции становятся секстами. И скажем такой интервал, как фа-си это увеличенная кварта становится си-фа, уменьшенной квинтой, потому что кварта становится квинтой, увеличенная становится уменьшенной. Вот. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями. Я с вами был Толя Ярцев. Канал музыка, видеоигры и прочие вещи. Всего вам доброго.